Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В прямом эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацемаер. Русский язык, особенно в последние годы, пережил массу метаморфоз. Например, «великий и могучий» вбирает в себя все новые импортные слова и термины. Некоторые же русские слова теряют свои привычные смыслы и оттенки, приобретая новые значения. И сегодня мы поговорим о том, как меняется наша родная речь и, соответственно, как мы меняемся вместе с ней. У нас в гостях доктор филологических наук, литературовед, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, член Чеховской комиссии при Российской академии наук Лея Бушканец. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. И хочу сразу же задать вам первый вопрос, который меня лично давно уже интересует. Можно ли опытному филологу определить по тому, как человек говорит, буквально вот в первые минуты общения, что это за человек, какой у него характер, какие поступки, соответственно, он может совершить, чего от него ждать и так далее? Безусловно. Сначала этому научились писатели, потому что я вспоминаю знаменитое высказывание Достоевского. Он признался, что если он сидит в одной комнате, а в другой комнате идет разговор, он безошибочно может определить характер человека, потому что он слышит. Но кроме речи, собственно, самих слов, которые употребляются, очень важно то, что называется невербальной стороной речи. То есть интонации, жесты, то есть все, что речь сопровождает. Это, кстати, тоже имеет отношение к филологии, так что действительно на слух опытный филолог вслед за писателями, потому что мы тренируемся всю жизнь, мы анализируем тексты, опытный филолог может очень много в человеке определить. Вот недавно я слушала речь одного чиновника, и на протяжении 15 минут он 8 раз сказал слово «продавить». Потом выяснилось, что не филологи это не заметили, а мое ухо сразу начало фиксировать. Раз, два, три, четыре. И, в общем, моего характера я через 15 минут сказать могла уже очень многое. Человек, который продавляет регулярно всю свою жизнь. Видимо, нас или кого-то еще все время продавливает. Для себя. Да. Так что, конечно. Но вспомним знаменитое «Пигмалион» шоу, когда героем этого произведения, главным героем, безусловно, является филолог. Правда, он диалектолог, он по звучащей речи определяет, откуда произошел человек. Но вспомните, исправляя речь, он исправляет характер. Поэтому, изменив речь, можно изменить самого себя. Можно попытаться воспитать другого человека, что он говорил по-другому. Можно, соответственно, перевоспитать этого человека. Ну и еще раз повторю в ответ на ваш вопрос, что понять, каков человек, можно прежде всего по его речи. Вспомните, если мы берем трубку и мы слышим голос незнакомого человека, то мы ведь подсознательно, безошибочно определяем, с кем именем дело. Потому как он говорит. Да, потому как он говорит, по интонации, сказал ли он «добрый вечер», или «здрасте», или что-нибудь в этом роде. Да, 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 именно. А вот если это уже из разряда психологии, наверное, каждый филолог в какой-то степени еще и психолог, учитывая, что у вас вот такой тонкий филологический слух, скажите, а вот можно как-то, я не говорю про интонации, а по определенному набору слов, вот вы очень хорошо про чиновника пример привели, определить, например, что человек лжет, говорит неправду, или лицемерит, или лукавит, по тому же самому разговору по телефону. Ну, ложь – это самое трудноопределимое, надо сказать. Мне был очень интересен этот вопрос, я специально когда-то однажды им занималась, вы так неожиданно меня спросили как раз о том, что меня очень интересовало. Ложь выясняется больше по невербальной стороне речи. Соврать на словах можно очень успешно, а вот выкручиваться на уровне интонации, взгляда, жеста гораздо сложнее. По письменному тексту определить, лжет человек или нет, вообще достаточно сложно. По устному вот как раз можно, потому что устная речь сопровождается вот различными жестами, движениями, взглядами, мимикой и так далее, и так далее, и так далее. Тут можно заметить, что человек повторяет все время одну и ту же мысль, значит, оправдывается. Но не всегда так бывает, может быть, это вообще манера речи человека. То есть надо смотреть на ситуацию в совокупности. Вот, кстати, когда человек, например, употребляет одни и те же слова-паразиты, например, я слышала, что если человек все время говорит «как бы, как бы, как бы», он, значит, не уверен в том, что он говорит. Возможно, но это может быть еще и привычка. Но есть еще один интересный момент, потому что как бы потом еще было слово «типа», которое ушло, они, эти слова, отражают современное наше сознание. Вообще самое главное с языком состоит в том, что язык отражает общество и наше время. Мы говорим так, как принято говорить в наше время. И вот эти самые «как бы», «типа» и так далее, они отражают относительность суждений, которые нашему времени свойственны. Мы отвыкли от каких-либо четких категорических утверждений. Все уже не истина. В той же самой журналистике. Сегодня сказано одно, завтра сказано другое. Определить, что правда, практически невозможно. И вот эта ситуация, когда непонятно, правда или ложь, имеет это отношение к реальности или не имеет, когда сам человек начинает в этом сомневаться, то подсознательно он и начинает вставлять вот это самое «как бы», отражая вот такой свой взгляд на мир. То есть это не всегда слово «паразит». Это еще и слово, которое появилось вследствие мировоззренческих изменений у современного человека. Ну вот, возвращаясь к тому, что человек думает, что говорит, или говорит, что думает, например, мне лично нужно выразить в словах сначала мысль, и тогда я ее как-то закрепляю уже, то есть я осознаю то, что я действительно говорю. И канадский психолог-философ Лиз Бурбост сказала даже, ты это то, что ты говоришь, особенно то, что ты говоришь о других. Вот сейчас, если мы будем говорить немножко о других обращениях, начнем с элементарного. То вот «здрасте» или «привет» или «хеллоу» и так далее. А вот как мы обращаемся друг к другу? Вот элементарный пример, да, транспорт. Как мне сказать, «молодой человек, подвиньтесь», или там «мужчина, передайте деньги на билет», или «дамочка, женщина, госпожа». «Эй, сиро-шляпе, передайте деньги на билет». Или «эй, ты», да, вот как правильно? Вы знаете, к вопросу об обращениях, о том, как тут правильно, тут практически нечего сказать, потому что когда-то до революции у нас были очень хорошие обращения. Госпожа, господин, барышня. Барышня, да. Но сейчас они звучат немножко иронически, потому что если я в автобусе скажу «барышня, передайте на билет», то барышня посмотрит на меня немножко косо. Ей самой будет странно, что она барышня. Если вы скажете «госпожа», если скажу «госпожа», еще хуже. Пока я не буду сама себя чувствовать в том же самом автобусе госпожой, ко мне на самом деле никто так и не обратится. И мы не ощущаем себя соответствующими этим обращениям. Вот некоторое время тому назад мы ездили с моей дочерью в Италию, в школу итальянского языка. И нужно было составить рассказ о семье, как она живет у нас в России. Представитель каждой страны должен был рассказать, как у него, но на итальянском языке. Я все говорила «фемина, фемина». И преподавательница на меня смотрела внимательно, очень долго, а потом говорит «какая фемина?» «Донна». И действительно, я там чувствовала себя донной, потому что в Америке, конечно, там не открывают две перед дамы. В Италии тоже не всегда, феминизм немножко туда тоже доходит, но, по крайней мере, по восхищенным взглядам мужчин и по уважению, которое донне бывает оказано, я чувствую себя донной. И опять же, в каком-то кафе я пыталась с прилавка что-то взять, заплатить и взять. И продавец посмотрел на меня укоризненно и сказал «сядьте». Я села, мне подогрели, принесли, посыпали какой-то зеленью, и сказали «донна, вот так надо есть, а не у стойки, как вы пытались это сделать». То есть, когда я у стойки, я на самом деле женщина. Когда я за столиком, и мне приносят что-то вкусное, да, и красиво сделанное, то я донна. То же самое и у нас. Пока не будет госпожи, господина и барышни так, чтобы это было на уровне самоощущения, мы будем женщина, мужчина, молодой человек, девушка, до 50 девушка там и так далее, и так далее. Потому что все слова, они появляются только в ответ на то, что есть уже в обществе. Пока в обществе этого нет, и слово не приживется, хоть насаждая его вообще как угодно, это будет бесполезно, оно все равно будет уходить из языка. Будет барышня, и появится соответствующее слово. Ну, были товарищи, мы все такие бесполы. Да, товарищи кончились. Граждане, слово гражданин, оно слишком негативные ассоциации вызывает, да, поэтому не осталось в русском языке нейтрального слова, которое бы в данном случае подошло. То есть, госпожа, иронически, женщина приземлена, а нейтрального нет. Вообще принято. Это, да, это удивительная, наверное, опять-таки, особенность нашего языка, нашего развития, нашего общества, когда, собственно, самого необходимого-то и не найдешь, да, и при всем богатстве выбора, в общем, достойной альтернативы нашим, эй, женщина или молодой человек, подвиньтесь, как-то вот, ну, достаточно вы правильно сказали, обращаться к господин было бы как-то странно. Ну, приходится выкручиваться. То есть, иногда чуть-чуть иронически скажешь, ну, молодой человек, и как-то вот так вот немножко с иронией и начинает звучать более вежливо. Иногда, опять же, добавив юмора, говоришь, госпожа, вы не могли бы то-то и то-то, особенно если продавщица в магазине не обращает на тебя внимания. Но только юмор или вот такой иронический оттенок немножко спасает в этой ситуации. Ну, после обращения госпожа, я думаю, она обратит внимание. Да. Или я к студентам обращаюсь, барышни, и они тут же как-то так выпрямляются. Угу. Действительно, очень хороший психологический такой ход, да, чтобы человека немножко приподнять как-то на какой-то определенный уровень или заставить мыслить как-то особенно. Нужно просто, наверное, обратиться к нему с уважением уже каким-то таким, давая фору. А вы знаете, вот после революции один из актеров устроил что-то вроде актерского кружка. И он начал, такой вот актер с древолюционным опытом, и в этот кружок пришли молодые люди, в том числе рабочие, работницы, то есть люди из других слоев. И он их учил кланяться, учил обращаться, учил делать книгсы, например, и так далее. И один из его учеников потом сказал, после того, как я поклонился, а дама мне в ответ сделала книгсон, я, к сожалению, не могу использовать ту лексику, которую я использовала раньше. Да, да, это правда. То есть если один раз войти в эту прекрасную воду, то уже потом... То уже сложно потом из нее выйти. Да, и потом сложно ощущать себя в какой-то другой... Сейчас поговорим о импортозамещении в русском языке, о импортных словах, особенно, конечно же, английские термины, и связаны они с развитием всевозможных новых технологий, компьютерных технологий. Как вы на это смотрите? Естественный ли это процесс и необратимый ли он? И уже никуда нам от этого не деться, от огромного количества, особенно в языке молодежи, импортных слов. Могу привести примеры, начиная от селфи, пост, репост, прайм-тайм и так далее. Вот как вы считаете? Ой, опять вопрос, на который нет ответа. Вообще в русском языке периодически были такие волны заимствований. Вспомните, в XVIII веке, когда было колоссальное количество заимствований из французского языка. Но они нужные остались, остальные язык выдавил из себя. Был такой адмирал Шишков, у которого, в принципе, были неплохие идеи. Он пытался вернуть русский язык, и он правильно говорил, что язык и сознание тесно связаны. Если не будет слова «конституция» в русском языке, то и не будет «конституция» тоже, и не будет революция слова, и не будет революция. Он, на самом деле, мыслил лингвистически правильно. Но фактически он пытался вернуть язык назад, это было невозможно. Например, вместо фонтана – водомет, вместо галоши – макроступы, вместо фортепиано – то ли тихо-громко, то ли громко-тихо, я уже сейчас забыла непосредственно. Вместо юноша – отрок. И вернуть язык назад на самом деле невозможно. Опять же, искусственным путем нам, филологам и нефилологам, сделать ничего нельзя. Можно принимать любые законы. Язык сам должен все это съесть, переварить, лишнее выплюнуть и так далее. Поэтому с иностранными словами то же самое. Просто компьютеры пришли к нам из Европы, из Америки, поэтому они пришли к нам соответствующими словами. Мне лично некоторые из них нравятся. Мне нравятся лайки, потому что сразу понятно, о чем идет речь. Мне, правда, очень хочется, чтобы в социальных сетях был еще дизлайк. То есть мне не нравится то, что я прочитала. Понятно, что есть слово «пост», и сразу ясно, что за этим стоит. То есть термин, он лишен каких-то дополнительных оттенков смысла в русском языке, и поэтому он понятен. То же самое, что с терминологией у нас в филологии. Есть слово «мемуары», есть «воспоминания». «Воспоминания» – это общепонятное слово, и за ним много всего стоит. А «мемуары» – это литературический термин. Поэтому то же самое, лайки, дизлайки, посты, большая часть из них пусть будет, нужное останется, ненужное через какое-то время уйдет. Надо подождать. Мы, конечно, попали на самый пик, и многое здесь нас возмущает. В общем, лишних слов тоже, конечно, пока много. Но я надеюсь, что я подожду еще при моей жизни, и лишние слова, может быть, уйдут. Ну, может быть, появится что-то новое вместо компьютеров, вместо лайков, появятся еще какие-то более... Да, сколько слов уже даже на моей памяти были, приходили, уходили, исчезали, появлялись новые. В общем, язык, он же живой, и поэтому что-то приходит, что-то уходит. Понятно. Меня вот интересует слово «моббинг», которое активно пользуется за границей, и в Америке, и в Европе. Это бывает компьютерный интернет-моббинг в комментариях. Перевести его как «травля» — это слишком уж сильно. Перевести его как «критика» тоже. Есть ли достойная замена хотя бы вот этому слову? Потому что, употребляя его сейчас в русском языке, я понимаю, что не каждый знает, что означает это слово, но при этом необходимо, необходим какой-то термин соответствующий, ну, элементарно, да, комментарии к посту, критические, с, так скажем, наездом на личности и прочее, прочее. Чистой воды моббинг, а как сказать это по-русски? Вы знаете, это слово я узнала вот пять минут назад от вас и жила без этого слова очень хорошо. А как вы, например, в классе ребёнка, да, новичок, его вот что с ним делать, его гнобят или его как? Травля. Но моббинг, наверное, чуть меньше, чем травля, просто эмоциональное давление на человека. Может быть, действительно, вот иностранные слова, они укладываются со всеми своими смыслами в одно слово, а по-русски приходится использовать перефразу и несколько слов. Может быть, это действительно неудобно, но мне кажется, что эмоциональное давление более понятно, чем моббинг. По крайней мере, я без него вот до настоящего момента очень хорошо жила. И мне оно было не нужно. Потому что, наверное, его в вашей жизни не было. Нет, почему же? Мы все подвергаемся некому эмоциональному давлению, но я без него обходилась. Ну, эмоционально, да, да, спасибо большое. Тогда вот я сейчас, сейчас я уже знаю, как это переводится. Да, длиннее, конечно, получается, дольше нам придётся говорить, но, в общем, понятнее. Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что в прямом эфире программа «Разговор по чесноку» и сегодня с доктором филологических наук Лией Бушканец мы говорим о том, как развивается и изменяется наш язык, наша речь, и, соответственно, мы с ней. И сейчас я хотела бы вернуться к русским языкам, исконным русским и русским языкам. Например, даже боюсь произнести такое слово, как инвалид. Сейчас часто говорят о том, что, опять-таки, в интернете, что это слово недостаточно корректное, но при этом есть пособия по инвалидности, мы видим в транспорте места для инвалидов и так далее, и так далее. И журналисты активно используют это слово, хотя предлагают ему, вот сами активисты, так скажем, движение против этого слова предлагают такие варианты, как маломобильный человек, человек с особенностями развития, солнечный человек и так далее. Ну, вот на мой взгляд, по моим ощущениям, скажем, маломобильный человек, я могу представить себе человек без машины, например, да? Особенный человек, солнечный человек, вот, или человек с особенностями развития, это тоже какие-то вот недостаточно... Как вы считаете, насколько вот это слово имеет право сейчас в современном языке нашем на существование, насколько оно корректно по отношению в том числе к особенным людям? Чтобы на этот вопрос ответить, мне опять придется идти издалека, потому что все, что в языке происходит, все, на самом деле, лишь частные случаи каких-то, на мой взгляд, общих процессов. Вот что сейчас происходит в нашем языке? Что, во-первых, происходит с нами? Общество стало очень инфантильное. Все стали дети или подростки. Что характерно для подростков? Обидчивость. Крайняя степень обидчивости. И максимализм. Поэтому какой у нас язык? Вот если мы заглянем в Фейсбук, что там используется? Гиперболы. Какие-то жуткие совершенно метафоры. Вот всяческие совершенно преувеличения, или преуменьшения, эмоциональные суффиксы и так далее. У нас нормально, просто никто больше не говорит. То есть хочется эмоций, эмоций, эмоций. И слова перестали быть нейтральными. Мы не используем нейтральных слов. Очень многие те слова, которые нейтральными были раньше, это то же самое слово «инвалид». Оно было нейтральное, на него раньше никто не обижался. Оно было просто нормальное, наименование определенной группы людей. Сейчас оно стало обидным словом. И теперь использование этого слова стало почти табуированным. По крайней мере, в транспорте мы видим места для инвалидов, а в других сферах мы его уже практически не употребляем. Это тоже то изменение, которое произошло сначала в обществе, а потом в языке в последнее время. Появилось множество слов, которые нельзя говорить, потому что люди начинают обижаться. Ну, например, «крем для зрелой кожи» или «крем для зрелой кожи» – это еще куда не шло. Каких только вариантов этой самой зрелой кожи еще не было. И когда люди выходят на пенсию, женщина в 55 в самом высоку, она читает «пенсия по старости», конечно, это вызывает ее бурное возмущение. Вот эти слова, повторяю, когда-то были совершенно нейтральными. Они никого не обижали. Это просто констатация ситуации. Сейчас они стали обидными. Поэтому что делать сейчас, как обращаться к человеку такого рода? Ну, приходится, опять же, выкручиваться в каждой конкретной ситуации. То есть те люди, которые ограничены в движении, приходится говорить «люди с ограниченными возможностями передвижения». Длинно и долго. Можно подумать, что без машины, например, и без лифта и так далее. Можно, но мы уже знаем, что за этой общей фразой скрывается совершенно другое понятие. Речь идет об инвалидах, у которых ограничены физические возможности. Если мы говорим о детях, у которых какие-то психологические, психиатрические изменения, мы говорим «солнечные дети». Вполне понятно, что это обидит и родителей, и обидит ребенка. То есть в индивидуальном общении придется действительно выкручиваться. Это прежде всего возникло потому, еще раз повторю, потому что вот в такого рода обществе, которое стало более инфантильным, слова получили очень яркую, экспрессивную, эмоциональную окраску и стали вследствие этого обидными. Это, опять же, процесс очень сложный. У нас мало осталось нейтральных слов. У нас даже слово «либерал» стало, например, оскорбительным в определенных кругах. Слово «консерватор», то есть это нормальный патриот, то же самое. Это же просто обычные, естественные слова, нейтральное номинование тех или иных понятий, типов, явлений и так далее. Они все у нас обрели вот такую эмоциональную, как говорят филологи, коннотацию. Ну, что делать? Придется пока с этим журналистом, по крайней мере, который работает с людьми, смиряться, потому что если вы будете обращаться к инвалиду, инвалиду, он обидится, но обижать все-таки не стоит. Ну, тут я не знаю, конечно, что скажет на это филолог, но получается, что мы уже теряем смысл, мы уже не гонимся, потому что ту нагрузку, которую несет слово конкретно, одно слово «инвалид», мы не заменим, например, «инвалид» по зрению, может быть, да, и так далее, мы не заменим иногда десятью другими словами. Да. И, соответственно, тем самым выкручиваясь в угоду этой группе населения, этой группе населения, еще одной группе населения, и потом еще какой-нибудь другой, и потом еще, думая про конституцию и прочие-прочие там права, мы в ущерб языку работаем. Да, мы теряем смыслы. Мы теряем смыслы, и мы уродуем, в общем-то, в какой-то степени наш язык. Можно так сказать? Да, можно так сказать. Ну вот, у меня есть маленький Раэль в кустах, если вернуться к ситуации, связанной с иностранными словами, по поводу утраты смыслов. Сегодня утром я прочитала отчет об одной научной конференции. Она филологическая, но и филологи тоже так же говорят. Вот послушайте, есть ли за всем этим какой-то смысл? Международная научная конференция, я не буду говорить, какая, прошла там-то и там-то, объединив под сенью своей дискурсивной прагматики наиболее передовые практические силы, действующие в пределах соответствующей парадигмы гуманитарного знания в компаративных и словистических сферах интеллектуальной работы во благо институционально закрепленной культуры. Я же запнулась. Вы поняли что-нибудь, дорогие телезрители и радиослушатели? Я как филолог ничего не поняла, о чем это было. То есть действительно, с одной стороны, когда мы пытаемся говорить красиво иностранными словами раз, когда мы пытаемся говорить обтекаемо, чтобы никого якобы не обидеть, два, когда мы пытаемся очень деликатно о чем-то говорить, мы теряем смыслы, используем иностранные слова, мы теряем смыслы и вообще становится непонятно, о чем идет речь. Хочется словам вернуть прямое буквально и простое значение. Да, это просто какая-то даже иногда наступает жажда выразиться по-человечески, не думая о том, как подумал бы кто-то и прочие условные наклонения. И, кстати, вот сейчас я немножечко в другую крайность войду, в другую область русского языка, где наоборот, я хотела бы поговорить о нашем смачном, иногда даже красивом, емком, хлестком русском мате. Есть ситуации, когда, вот мы говорили, из вежливости и из толерантности мы не можем употребить какие-то вполне, в общем-то, русские, вполне нормальные термины. Но есть ситуации, когда, например, работая со строителями, я скажу из собственного опыта, я очень хорошо знаю, что если бы я к ним подошла и сказала, дорогие граждане, господа и прочие, извольте, пожалуйста, уделить мне внимание, я очень хочу вас попросить, будьте так добры, пожалуйста, не уродуйте мой забор. Я думаю, что строители не поняли бы, о чем я их попросила. И тут иногда просто необходимо вставить хлесткое, чистое русское слово, которым и Пушкин грешил, и другие великие русские писатели. И оно работает великолепно. Строители сразу все поняли. Одно слово, два максимума. И зауважали, главное. Зауважали, и они знают свою работу. Но с другой стороны, я постоянно комплексую. Я думаю, ой, может быть, я вот все-таки сейчас не имею права вот так вот разговаривать с людьми и прочее. Но с другой стороны, я понимаю, что если я буду говорить иначе, то меня никто не поймет. Или сработает обратная совершенно реакция, они подумают, что это за баба такая. Вот. А как вы считаете, как все-таки можно ли иногда позволить себе и снизойти до мата? И вообще, как вы относитесь? Потому что очень многие журналисты те же самые и в своих постах, в том же самом Фейсбуке, и в статьях, и писатели в книгах. Мы вспомнить можем Пелевина, который просто говорит часто на мате. Ну, писатели, давайте мы оставим в стороне. Там будем считать, что есть художественные предпосылки для использования или неиспользования соответствующих слов. Поговорим лучше о повседневной жизни. Ну, я согласна с тем, что есть, наверное, ситуации, когда это придется делать. Ну, вообще, я росла в семье такой интеллигентной, интеллигентной, и лет до 25 я вообще таких слов даже и не знала. Но жизнь все равно заставила, конечно, все это выучить. И я очень хорошо помню, когда я впервые использовала соответствующую лексику, мама лежала в больнице, у меня было четыре пары, надо было прибежать очень быстро, ее накормить, забрать посуду. И гардеробщица сказала, что она уходит на обед, и ей совершенно все равно, что мне там нужно, и мое пальто она не возьмет. И тут я сказала все, что я думаю, даже неожиданно для самой себя, я даже не знала, что я такое могу сказать. Пальто взяли, и с тех пор гардеробщица стала моей лучшей подругой. Каждый раз я приходила, она говорила, я не пойду на обед, иди, деточка, к маме, я тебя подожду. Я была потрясена неожиданно совершенно эффектом. Да. Но это не привело к тому, что я стала часто использовать эти слова, потому что мне кажется, что все-таки в устах мужчины, например, если мой муж пойдет и скажет рабочим, чтобы они не уродовали забор, это будет более естественно звучать, чем в моих устах. Я все равно скажу не так, и не так эффектно это по отношению к этим рабочим. С другой стороны, как филолог я помню, что эти слова все возникли для борьбы с нечистой силой. Потому что все они, ну, например, если какой-то там древний русич шел по лесу и встречал лешего, то для того, чтобы этот леший тебя не защекотал, и чтобы этот леший тебя не убил, нужно использовать соответствующую лексику. Леший закрутится и проварится под землю. Поэтому если мы будем помнить, что мы используем эту лексику не просто так в суе, а если мы встречаем именно нечистую силу в лице того рабочего, который крушит наш забор, вот в таком случае, пожалуй, мы себя оправдаем, и это можно использовать. Можно? Да. Вы разрешаете? Можно, да, я разрешаю. Именно вот вы помните, что это для использования, для борьбы с нечистой силой. Я помню, есть фрагмент из воспоминаний Крылова, известного судостроителя. Эти воспоминания он писал как раз в Казани, когда в годы войны он был сюда эвакуирован. И в своих воспоминаниях он рассказывал, как однажды спустили какую-то баржу в доке, может быть, не точно воспроизведу какие-то детали, и эту баржу несло прямо на опоры моста. Он схватил рупор и в мегафон на соответствующей лексике стал объяснять команде корабля, что нужно сделать. В результате и баржа, и опора моста были спасены. И там он отмечает, что если бы он использовал другую лексику, они бы не успели предотвратить эту аварию. Но в таких ситуациях, мне кажется, в чисто мужской компании это, наверное, возможно. Все-таки нам, дамам, донам, лучше, наверное, этого не делать. А я слышала такую вещь, она может быть немножко мистическая даже какая-то такая, что положительные всякие вот эти уменьшительно-ласкательные суффиксы и прочие всевозможные обороты красивые, ах, как все прекрасно, ах, как все чудесно, как все замечательно вокруг меня, они притягивают как раз. То есть чем больше человек будет говорить позитивного, даже если все плохо, тем как бы обстановка сама собой будет меняться под... То есть действительно, получается, мы живем в том, как мы это оцениваем. А если человек будет негативно говорить, что вот все плохо вокруг и так далее, критиковать и критически относиться к каждому объекту, то он как бы таким образом притягивает действительно... То есть дав старт на негативе, в общем-то он зафиналится негативом и наоборот. Тут опять получаются вопросы связи языка и психология. Мне кажется, что когда речь идет о крайностях, когда человек крайне негативно все время высказывается, или крайне позитивно, то тут тоже что-то не так. То есть когда у нас есть милые дамочки, которые сюс-юсю, уси-пуси, уси-пуси, то это тоже искажение языка, искажение действительности. То есть если мы будем говорить только о положительном, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Я согласна, что если говорить только об отрицательном, то это притягивает, наверное, негатив, потому что это отражает наше негативное отношение к жизни. Я бы была скорее сторонницей того, чтобы мы в языке говорили, или по крайней мере пытались говорить так, чтобы это было правдой о жизни. Но это на самом деле очень сложно, потому что мы люди живем в иллюзиях, Мы строим эти иллюзии, мы не хотим этой правды знать. И вот вы говорили о том, что вам нужно, например, выразить что-то в слове для того, чтобы мысль была осознана. И действительно, выразить в слове мысль так, чтобы она была правдивой, четкой, ясной и понятной, это неимоверно трудно. Вот об этом многие писатели говорили. Олеша говорил, насколько сложно писать. У него есть полумемуарный биографический текст «Ни дня без строчки», и он начинает с того, как сложно писать, на самом деле, трудно писать. И вообще найти соответствующие слова, честные слова, их найти очень сложно. Поэтому в школе, например, пытаются учить детей писать сочинения, но, к сожалению, учат опять врать. Учат писать Пушкин, великий русский поэт. Вот вчера я дала своим студентам на первом практическом вопрос, расскажите о том, какой писатель XIX века вам больше всего нравится, а какой больше всего не нравится. Я рассчитывала получить прямой ответ. Люблю Толстого, потому что, не люблю Лескова, потому что. Я получила длинные размышления, кто я такой, чтобы судить о великих писателях, да что-то, как у Удушки Головлёва в романе «Салтыкова и Щедрина». Гениальный роман, кстати. Я думаю, что большинство слушателей нас не читали этот роман, но на самом деле он гениальный. Каждая женщина должна его прочитать, потому что это роман о том, как женщина может разрушить семью. Великолепно написано. Рекомендую лучше детектива, на самом деле. Салтыков-Щедрин и Удушка Головлёв. И мои студенты не смогли честно мне ответить на самый простой вопрос. У них пошло вот это переплетение словес. Поэтому самое сложное — научиться говорить правду. Не только негатив и не только позитив, а где это должно быть негативно оценено, соответствующим образом, где положительно оценено, положительным образом. Но, повторяю, это сначала нужно научиться с самим собой быть честным. А мы живём иллюзиями, и современное общество вообще любит жить иллюзиями. Вообще на всё закрыть глаза и жить иллюзиями. Язык эти иллюзии отражает. Негативный взгляд на мир — это тоже иллюзия. Положительные — тоже иллюзия. То есть ещё раз вернусь к мысли о том, что язык отражает то, какие мы. И опять же, когда человек использует исключительно одни уменьшительно ласкательные суффиксы, я сразу могу сказать о том, что честно поговорить с этим человеком о каких-то вопросах не удастся никогда. Если только специально не пытаться это делать. Но филолог не всё может. Тут, конечно, нужен ещё и психолог. Кстати, о суффиксах и об обращениях, о собственных именах. Да, собственные они называются. Например, сейчас, особенно в комментариях, во всевозможных статьях и так далее, принято называть, ну, я скажу абстрактно, какой-то определённый персонаж-политик, скажем, зовут его Василий. И вот начинают его чехвостить либо Васька, либо Василёк. А вот, Василёк, ты что вчера сказал на пленуме там? А вот, что наш Васька-то выдал? И так далее. Вот и очень-очень много. И это и по поводу деятелей культуры, и по поводу политических деятелей. И, конечно же, это вот в интернете, например, очень часто, когда совершенно незнакомый человек пишет комментарии, абсолютно тоже незнакомый человек, и начинается вот такая вот интернетная фамильярность, что, в общем, редко мы себе можем позволить в живом общении. Вот как вы это прокомментируете? Как вы можете охарактеризовать людей, которые очень быстро, ну, например, вот позволю себе такой ужас сказать, Обаму называют, Обамка, я о ней раз слышала. И как-то я всё время думала, почему так? Вот почему вот эти вот коверканье имён, откуда они берутся? Мне кажется, что это коверканье имён вообще берётся от презрительного отношения к другим людям, как таковое. От какой-то скрытой внутренней агрессии, которая живёт в современном человеке, который не находит выхода в повседневной жизни, потому что в обычной жизни мы знаем, что можно вообще получить сдачу. И самыми разными способами, на самом деле. А в интернете это безопасно. Обратите внимание, мы выходим в мир, и там всё время агрессия. Всё время мы выходим из автобуса, раз уж мы сегодня про автобус вспоминали, а люди, которые входят, стоят не по бокам, они стоят прямо по центру, и ты должен выйти на них, они ещё на тебя кричат, куда ты идёшь. То есть вместо того, чтобы подождать сбоку, когда все выйдут и спокойно зайти, значит, все ломятся друг к другу навстречу, например. Вот эта вот агрессивность приносит даже какое-то удовольствие многим людям, то, что позволяет ту злость, которая есть, злость на мир, злость на отсутствие денег, например, злость на непонимание, на трудности с работой. Вылить на людей совершенно не виноватых в этом, но просто каким-то образом её высказать. Нет нормального способа выразить эту внутреннюю агрессию по отношению к другому человеку, презрение к другому человеку. Может быть, японцы правильно делают, что можно поставить чучело начальника, там его бить, например. И, соответственно, вот это презрение, вот это ты обамка. Ну, мало ли чего ты там достиг в этой жизни, да, обамка-то и всё. Или известный писатель, известный художник, да, точно так же. Я тебя презираю, да что ты там такое ничтожество, я же выше тебя. Вот это вот, опять же, агрессивность, бунтарство, опять это проявление той же самой инфантильности, в которой мы с вами сейчас оказались. Сейчас модно быть в психологическом возрасте подростка. То же самое явление, когда люди лет 60 изображают из себя байкеров. Обратили внимание, сейчас модно быть байкером, да, лет 60, ты такой в кожаной косухе, да, и вот на этом байке. В общем-то, это уже не по возрасту. Женщины, дамы одеваются тоже не по возрасту, да, красятся не по возрасту. Сейчас принято быть молодым, сейчас неприлично быть человеком зрелым, а уж старость вообще обществом презирается, и это нарушение норм, потому что если в обществе нет нормального взаимодействия поколений, это неправильно. И вот эта обамка, это подросток, может быть, человеку 70, но он подросток, бунтующий, дерзкий, презирающий мир, потому что ему надо утвердиться в этой жизни, ну и вот, соответственно, он это и выдает, и реализует, опять же, в языке. Был бы взрослым человеком, он бы говорил по-другому, но сейчас очень мало по-настоящему психологически взрослых людей. Это не модно, и, ну, как бы не принято, даже на работу берут, да, все время в интернете шутят, нужно быть 20-летней длинноногой красавицей с опытом работы 40 лет, например, да, то есть человеку в возрасте не всегда даже удается, особенно в кризис, на работу устроиться. Хотя понятно, что человек в возрасте уже не обременен детьми, например, и, может быть, гораздо лучше специалисты, профессионалы, может, больше времени проводить на работе, тем не менее, все равно вот надо взять молодого, через какое-то время поменять, и еще поменять, можно мало платить, и стало вот такой общественной потребностью быть все время как бы вот таким подростком. Как бы, сама я сказала об этом. Это так сильно разрушает личность, я хочу вам сказать, потому что если дама, скажем так, за 50, вот ей нужно, иначе она просто себя человеком чувствует не будет, если она не будет выглядеть чуть-чуть за 20, то это, во-первых, нечестно по отношению к самой себе. Конечно. Это совершенно не... Исходя из того, что она врет самой себе, она врет и окружающей. Опять мы упираемся в вопрос, что язык отражает ложь прежде всего, да? Я помню, у Тургенева есть в одной повести такой момент, ну, во-первых, знаменитый момент старички Базаровы, которым чуть более 40 лет на самом деле, они уже, как бы, по нашим меркам и не старички бы, наверное, были. Но про героиню одно сказано. Одну. Ей было 28 лет, и она вошла, и повествователь поразился тому, что у нее идеальное лицо, как будто бы ей 16. И представьте себе, повествователь сказал, что это плохо, потому что на лице человека должен отражаться его жизненный опыт, жизнь должна быть. То есть если ей почти 30, а на лице этого нет, значит, она не жила, значит, в внутренней жизни никакого психологического опыта у нее нет. И вот видите, Тургенев относился к тому, что внешний облик и физиологический возраст не совпадают, относился к этому плохо. Я, кстати, с Тургеневым согласна. Мне кажется, что каждый возраст должен быть очень достойно представлен, и в том числе на уровне языка. То есть дети должны говорить на своем языке, подростки у них свой язык, взрослые люди свой язык. И особенности языка, и лексика, и интонации, и темы, и так далее. Все это должно быть именно на уровне своего возраста. Это нормально. По сути, сейчас наше время уже подходит к концу. Мы всю программу говорим о честности. Да, и о лжи, и о честности, и о языке. И о языке, да. И о друге, о нашем обществе, о человеке в современном обществе. Какой он, и как он пытается здесь остаться человеком. Или не пытается. Да, и сохранит при этом не только себя, но и язык свой. Спасибо огромное, Лея Ефимовна. Было очень-очень интересно. Не спросила я вас про Геа и ЕГЭ. Ваш конек тоже. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Спасибо огромное нашим зрителям и радиослушателям. С вами была Марина Хакимова-Гацима. Разговор по чесноку. А гость сегодня в нашей студии Лея Бушканец. Доктор филологических наук, литературовед, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации имени Лева Толстого. Член Чеховской комиссии при Российской академии наук. Спасибо огромное вам и всего хорошего. Спасибо вам. Разговор по чесноку на радио ЮФМ. Субтитры подогнал «Симон»!